Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы встречаемся наконец-то в студии с Романом Голубевым. Он у нас привитый. Вакцинированный. И вакцинированный, да. Поэтому имеем право по закону общаться в прямом эфире и прямо очно. Что меня, конечно, очень радует. А тема «Наш сегодняшний рынок недвижимости», поскольку Роман Голубев долгие годы является главным редактором журнала «Квадратный метр». Можете, Роман, показать своё издание на камеру, чтобы… Единственная в стране. Да, единственная. К сожалению, не выжившая из печатной продукции, профессионально как бы специализированная. Да. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо. И нас всех тоже поздравляем. Поскольку я на своём опыте, поскольку как журналист тоже занималась темой недвижимости много лет с 92-го года, могу сказать, что профессиональные комментарии на тему вот этих инвестиций в недвижимость, они очень важны, поскольку отслеживая рынок ты можешь не совершить ложного шага. Да, потому что, к сожалению, незнание рынка, оно людей иногда толкает на неверные шаги, заставляет их или переплачивать, или покупать проблемные объекты, которые затем приносят большую головную боль. Но сегодня мы говорим о том, что вот у нас проходит очередной пандемический цикл, и страхи и опасения, которые были связаны с его влиянием на экономику, вот в плане рынка недвижимости совершенно не оправдались. Рынок не только не рухнул, но и, как говорят специалисты, было распродано множество неликвидов. С чем это связано? Или люди понимают, что деньги надо куда-то пристроить, потому что ситуация нестабильная, или они вдруг поняли, что нужна какая-то зацепка вот здесь, на своей территории. В общем, Роман, вам карты в руки, расскажите, пожалуйста, нам, что происходит. А радиослужители могут приготовиться звонить в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать вопросы Роману Голубеву, чтобы получить квалифицированный ответ. Ну, прежде всего, добрый день. Здравствуйте. Что произошло? Во-первых, хочу сказать, что негативные сценарии развития рынка, по моему мнению, носили больше обывательский характер. Вот если честно, даже когда начиналась пандемия, а это было у нас в середине марта прошлого года, тоже были звонки, люди спрашивали, что будет. Я, если честно, тогда даже не ожидал никакого падения, потому что мое мнение, что рынок недвижимости, он тесно связан с развитием экономики, и никаких экономических предпосылок для падения не видел. Точно так же, простите, но в 2018-2019 году очень много спорил с людьми, которые меня уверяли, что сейчас завершается очередной цикл, и все цены должны рухнуть. Было много людей, которые ждали, вот когда они рухнут, когда придет этот сложный момент, мы сейчас будем покупать. Точно так же было интересно, в марте-апреле-майе прошлого года рынок в тот момент занял выжидательную позицию. Но выжидательная позиция – это не значит, что все рушится. Люди пытались понять, как, что будет дальше происходить. Государственные учреждения, которые регистрировали сделки, они тоже пытались понять, как они должны работать. В тот момент на рынке, кстати, появилось очень много, ну, не могу сказать, что очень много, но появилось много людей, у которых были деньги, и которые говорили так. Минус 30, минус 50 процентов я покупаю. Они пытались подогреть ажиотаж словами, что «летом вы еще будете за мной бегать, вот увидите, вам некому будет продавать». В итоге скажу так, что весной прошлого года и летом прошлого года было несколько девелоперов, зная, которые поймали стресс и все-таки решили сбросить цену. Но эти случаи были единичны. И, в принципе, если мы так смотрим, с лета прошлого года рынок живет абсолютно в нормальном режиме. То есть, если мы говорим, допустим, там, по Риге в течение многих лет, ну, такой средний показатель сделок был там 1200, где-то 1100 различных объектов недвижимости, покупка, продажа в месяц. И, в принципе, с осени прошлого года рынок Риги вернулся к этим цифрам. Более того, осенью даже был определенный всплеск, потому что отложенный спрос начал работать. И вот, если память мне не изменяет, за прошлый год максимальный месячный показатель был где-то 1470 сделок. Аналогичная ситуация, даже не аналогичная, более лучшая ситуация была в Рижском регионе. Потому что там, наоборот, получилось, что начали больше покупать. И, в принципе, то, что я вижу сейчас в этом году, цифры количества сделок в Юрмале, они в этом году больше, чем было в прошлом. Что, по моему личному мнению, сыграло? Первый момент. При всем том, что мы как-то любим не доверять нашей экономике, нашим банкам и так далее. Очень скептически смотрим на уровень нашего развития. Но вот те цифры, которые я по памяти помню, на счетах в латвийских банках лежит 18 миллиардов евро, из которых 13 миллиардов – это латвийских компаний и физических лиц. То есть деньги есть. Второй момент, что произошло в первый период чрезвычайной ситуации, это я говорю сейчас о весне, условно, лете прошлого года. Деньги есть, людям делать нечего. Люди вот живут, все как бы закрыты оказались в своих. Потом пришел период, что мы разрешили ходить, смотреть и так далее, объекты недвижимости. Люди начали изучать, и на этом фоне они начали смотреть что-то лучшее. Многие поняли, что жить… Ну, пандемия вряд ли будет единичный случай на нашей жизни. Скорее всего, все об этом говорят, что такие варианты возможны в возвращении. И все начинают понимать, что более комфортно жить за городом, либо в более просторных квартирах. И мне кажется, что это тоже сыграло на руку. Потом, опять же, банки с лета прошлого года начали нормально выдавать кредиты опять тем, кто подпадает под их требования. В этом году могу сказать, что на новые проекты в Риге людям с хорошим уровнем зарплаты дают ипотечные кредиты со ставкой 1,8-2%. Но здесь уже грех не брать, если честно. Это все вместе совокупно или это только еврибор? Нет, там получается 1,8 плюс еврибор, но он сейчас у нас минимальное значение. И опять же, если нормально анализировать ситуацию, то мы понимаем, что, сори, но еврибор в ближайшее время расти точно не будет. То, что еще играет на руку рынку недвижимости Латвии, как бы не напрямую, может быть, а косвенно. Мы все прекрасно понимаем, что в мире сейчас напечатано очень много денег. Европейские государства, Соединенные Штаты Америки, другие страны, они вбрасывают огромные средства в поддержание экономики. Все равно эта денежная масса точно так же расплывается. Деньги идут на инфраструктурные проекты, так или иначе у кого-то все равно они на руках оседают. И если смотреть с точки зрения долгосрочной инвестиции, ну а куда вкладывать? Акции тоже они показали свою большую волатильность, они могут прыгать туда-сюда. А с точки зрения 5-10 лет недвижимость показывает себя как довольно стабильный актив. Поэтому первое, как бы средства есть, люди вкладывают. Второе, есть, наверное, как бы потребность в более качественном, в жилье другого какого-то формата. Опять же, мы все сейчас в новых проектах, допустим, был период, когда очень минимизировали площади. И застройщики говорили, ну вот, это молодое поколение, и, значит, минимум они живут там где-то в другой среде, они сюда приходят только ночевать. Сейчас застройщики уже говорят, когда рекламируют свои проекты, они говорят, а вот тут вы можете обустроить себе домашний офис. То есть чуть-чуть площади больше становится. То есть подстраиваться под потребность населения. Я, кстати, хотел две хороших новости вот озвучить с рынка недвижимости, которые касаются абсолютно всех нас. Мы с вами еще в прошлом году встречались, когда был вопрос стояло о том, что вырастет кадастровая база недвижимости, что автоматически обещало увеличение налога на недвижимость. Ну, теперь, слава богу, вот на этой неделе СЕМ отложил до 1 января 2025 года принятие новой базы. То есть, соответственно, мы понимаем, что вот ближайшие три с половиной года у нас, по крайней мере, налог на недвижимость у всех не вырастет. Это позитивный момент для всех. Второй момент для тех, кто рассматривает возможность покупки квартиры, то с первого июля у нас госпошлина за регистрацию квартир в земельной книге уменьшается. Если до этого было, что 2% надо было платить, то с первого июля для физических лиц будет ставка 1,5% при покупке. И что хорошо с точки зрения бизнеса, у них до сих пор покупка квартиры на ООО выливалась в оплату 6%. Теперь эта госпошлина становится для них 2%. То есть, считается, что это позитивно скажется на тех компаниях, которые хотят инвестировать свои средства в квартиры и дальнейшую сдачу в аренду. Ну, здесь плюс еще и у нас новый закон о аренде жилых помещений, который усиливает позиции владельцев недвижимости. То есть, теперь не надо так, как было до сих пор, что если арендатор не платит тебе ежемесячные платежи, то его затруднительно выгнать, надо идти в суды. А суды у нас имеют долгую практику и, соответственно, инвесторы теряют деньги. Сейчас все это становится значительно проще. В целом, как мне кажется, рынок недвижимости живет абсолютно нормальной жизнью, спокойной. Все происходит, опять же, в сегменте, я скажу, что до 250 тысяч евро, чему есть тоже логическое объяснение, потому что у нас в стране действует программа господдержки от Алтума, покупки молодым семьям и молодым специалистам. Ну, семьям с детьми и молодым специалистам. И там сейчас есть такое ограничение, что недвижимость, на которую государство готово давать гарантии, она должна стоить не более чем 250 тысяч евро. Конечно, в том сегменте, который выше 250, там все-таки несколько сложнее уже, потому что у нас отсутствует, по большому счету, внешний спрос. Тот, который был со стороны, опять же, представителей стран СНГ, ну и прежде всего, России. Понятное дело, что попасть им до сего момента было довольно сложно к нам. Удаленные покупки, насколько знаю, из общения с риэлторами, имеют место, да, но они единичны. То есть это надо очень сильно рисковать или надо очень сильно доверять тому риэлтору, который тебя обслуживает, что ты, выписав ему доверенность, будешь покупать недвижимость, только посмотрев видеоконференцию, тебя провели и ты посмотрел. Ну, программа ВНЖ в обмен на недвижимость, она в свое время привлекла в страну более 2 миллиардов евро, насколько я помню. Нет, 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 не 2 миллиарда, там цифра 1 миллиард 350-370 миллионов. Ну, это тоже прекрасная цифра, это мы говорим сейчас только, это я назвал цифру, чисто покупку недвижимости, которая была вложена. И которая привязана была к ВНЖ. Да, да. Но вы говорите, что не все люди, которые покупали дорогую недвижимость, нуждались в ВНЖ и запрашивали этот ВНЖ. Да, 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 это безусловно. Какой примерно процент именно связывал с ВНЖ? Смотрите, до 2014 года это было, на самом деле это было очень модно. Даже надо, не надо ВНЖ, вот его брали просто, что он есть. И тогда, на самом деле, большинство иностранцев из стран СНГ, которые покупали нашу недвижимость, они действительно оформляли вид на жительство. С 2014 года она уже начала носить более избирательный характер, да, и плюс, ну, россиянам, представителям СНГ перестало нравиться то, что у нас условия поменялись. То есть, раньше было так, когда в первой редакции они купили недвижимость, не было никаких там платежей за дальнейшее продление, об этом никто и не говорил. Потом с 2015 года ввели, что они должны 5000 платить евро, и вроде бы для них это не были какие-то сумасшедшие деньги, но здесь уже начал работать принцип. Потому что они считают, да, что это нечестно, что когда мы входили в эту программу, таких условий не было, затем они поменялись. Но, тем не менее, как бы программа ВНЖ, в первый момент она продолжает работать, в малом, безусловно, количестве, но её оформляют. Но, вот опять же, если мы смотрим по годам, там, 18-19, если я правильно помню, там мы оперировали цифрами до 100, до 100 покупателей ВНЖ, да? В год или в месяц? В год, в год, в год, в год. Чтобы для сравнения, чтобы понимали, в 2014 году за год было выдано или подано прошение на получение ВНЖ 2225. На 2014 и в общей сложности? 2014 в общей сложности. Или за год в целом? В год, в год, за год целый, за 2014 год. Сколько было? В 2225. А сейчас цифра там ниже 100. И в прошлом году, по-моему, я считал, там было где-то порядка 20 за полугодие. Это то, что, ну, как бы помню сейчас из головы. Безусловно, как бы этот продукт остаётся интересным части россиян на данный момент. Не только россиян, опять же, говорю, белорусам, украинцам и так далее, и так далее. Но есть свои определённые сложности, что они не могут приехать. Ну и второй, опять же, это такой очень эмоциональный продукт. А у нас, наше национальное объединение, оно периодически любит поднимать эту тему, постоянно говорить о том, что эту программу нужно закрыть. Хотя, ну, если до этого, в 2014 году, когда они повышали планку до 250 тысяч евро, они говорили, русские идут, то сейчас, как бы, по большому счёту, ну, о чём говорить? Какие русские идут? Единицы покупают. Но это, мне кажется, такой уже местечковый подход. Потому что у меня всегда любимый пример. Я много так смотрю, что в мире происходит. В Соединённых Штатах Америки, вот не помню, какой точно год, может быть, 15-16-й, представители коммунистического Китая инвестировали в недвижимость США более 22 миллиардов за один год. И почему-то капиталистическая Америка позволяла это им делать. Да потому что, господи, ну, с недвижимостью ничего не случится. Она здесь есть, и это большой плюс, когда твою недвижимость желают покупать другие. Тем более, что мы, опять же, извините, если вот просто так подумать, у нас страна была когда-то с населением 2,7 миллиона, сейчас нас меньше там двух. Соответственно, эти объекты недвижимости тоже есть. И сейчас мы вот наслаждаемся, опять же, центром Риги, да, мы видим, когда дома приводят в порядок. Но это же хорошо. И вот, опять же, те же российские инвесторы, часть из них, да, готовы были не только покупать квартиры, готовы были бы вкладываться во что-то. Моё мнение, что эту программу не нужно трогать. Она, в принципе, должна работать и дальше продолжать. Но здесь уже, как бы, конечно, решают политики. Их логика не всегда вяжется с логикой экономики. Потому что, ну, в моём понимании, за счёт чего сейчас мы так тоже активно живём, то, что нам много дают там средств от Европы, да. Но это, сори, но это вот я протянутой рукой, мне положили сюда. Это, конечно, хорошо, но ты к этому привыкаешь. А эти средства, которые приходят в недвижимость, это совсем другой продукт. Это люди вкладывают свои деньги, люди затем покупают там мебель, картины и так далее, и так далее. Ну, это позитивно. Хорошо, безусловно, то, что, ну, для местного рынка, что наши покупатели, после того, как стало меньше иностранцев, начали больше внимания обращать, опять же, на ту же Юрмалу. Безусловно, Юрмалу – это, наверное, тот сегмент, где цены откорректировались относительно 2014 года, да. Но они там сейчас довольно стабильны. Почему? Потому что появился местный спрос. И вот как раз местный спрос в Юрмале, я не скажу, что там сумасшествие какое-то есть, да, но квартиры там на первой-второй линии по 3000 евро за квадратный метр и чуть выше покупают. Вот, речная сторона, хорошо уходят проекты, в которых цена квадратного метра в новостройке, да, где-то в районе 2000 евро, 2500, это вот то, что покупают. Ещё раз говорю, что сумасшествия нет, никто не бежит, рынок живёт нормальной, полноценной жизнью, спокойной, более-не-менее. Вот, а то, что, да, то, что слышу с рынка, реакцию-то, ну вот, россиян, нет, теперь мы можем хоть предлагать свои цены. А многие, вот сейчас застройщики рассказывают, приходят местные и говорят, ой, а мы думали, тут вообще всё космос. Они как бы начинают для себя открывать, узнавать Юрмалу. Ну и в Юрмале мы видим тоже, что очень хороший спрос на частные дома, их мало. Сейчас вот хороший спрос на земли. И то, что в самом начале я говорил, что, когда я говорил о статистике, в Рижском регионе, ну, в прошлом году и в этом количество сделок значительно превышает то, что было в 19-м, 18-м. Именно то, что это, прежде всего, частный сектор, опять же, участки, дома, и люди в условиях пандемии и так далее, они всё-таки выбирают более другое качество жизни. Оживать такой формат, о котором ещё там 3-4 года назад, я помню, писал, все говорили, а, всё, он умер. Так, дачи не было, ну, как бы дачи казалось уже всё. Это отжившее, это старое советское прошлое. Нет, сейчас многие риелторы рассказывают, что к ним идут запросы. Дайте там небольшой какой-то домик с участком, там, за 30-40 тысяч, да, там, до 60 тысяч евро. Люди спрашивают это. Есть уже реакция девелоперов, которые на это реагируют, начинают строить. Вот прекрасный проект, это бывший пионерский лагерь «Альбатрос», это в Энгурском крае, на берегу моря. Значит, выкупили его, сделали капитальный ремонт, ещё делают, и вы должны понимать, что капитальный ремонт всех строений будет закончен только в следующем году, летом, и там где-то 220 единиц жилых сделано. Ну, это квартирки такие небольшие, одна-двухкомнатные. Практически там, насколько я знаю, из 220 только 10 свободно единиц. Всё остальное выкоплено и уже наперёд, потому что… То есть, они продают это в собственность? Да-да-да, это в собственность, это квартирная собственность. Рынок отреагировал, Рижань и так далее, на лето себе покупает. Хороший формат, новые квартиры, хорошее место рядом с морем, отличная инфраструктура. Сейчас компания, ну, то, что знаю, компания «Апелла» развивает тоже в Юрмале, проект «На порога-5» ремонтирует такие же бывшие вот эти старые советские домики, превращают их в компактное новое жильё, и это тоже вызывает интерес. То же самое есть ещё и проекты в Юрмале. Я знаю, сейчас вот в следующий номер пишу. Большой участок разделяют, порцелируют на маленькие, и тоже говорят, они, мы ещё рекламировать не начали, люди мимо идут, уже спрашивают, как бы покупают. Поэтому есть определённый спрос. Не всё, безусловно, там есть дорого-недорого, потому что риелторы говорят ещё о том, что дефицит адекватного предложения, то есть того, которое может позволить себе местный покупатель. Безусловно, наша покупательская способность всё-таки ниже, чем у иностранцев. С этим тоже надо считаться. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу, буквально две минуты, и ждём ваших звонков по телефонам в студии. У нас в гостях главный редактор журнала «Квадратный метр» Роман Голубев. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Поэтому то, что опять же говорю, что вот вижу с рынка ту информацию, которую я получаю, но новые проекты, они растут, и вот, допустим, в прошлом году в Латвии было по подсчётам компании Arco Real Estate, было продано 2490 единиц новой недвижимости, но при этом в новой недвижимости вы должны понимать, включаются в себя только чистые новостройки плюс ещё реновированные квартиры. И, кстати, получается, что 1800 квартир они располагались в микрорайонах Риги, а чуть более 700 в центре Риги. Это то, что молодёжь хочет покупать. С серийным жильём что произошло у нас в прошлом году? По нему количество сделок упало, опять же, из-за того, что отчасти спрос переформатировался на более качественный продукт. Было так, что в прошлом году цены на серийные квартиры в Риге снижались, но вот за 5 месяцев 2021 года рынок уже отыграл это, и сейчас как бы цены уже выше, чем были в прошлом году. У нас сейчас за 5 месяцев, если память не изменяет мне, прирост цены на серийное жильё 3,4%. Вот. Ну, потому что тоже всё понятно, всё нормально, всё естественно, что серийный продукт, он будет оставаться так или иначе доминирующим. На него приходится порядка 65%, по-моему, всех сделок в Риге, потому что этот продукт отвечает уровню благосостояния нашего населения и уровню нашей зарплаты. И опять же, банки тоже очень много диктуют, конечно, диктуют цены, диктуют условия сделок, потому что, ну, в новых проектах будем говорить, что, наверное, как минимум 80% происходит сделок с привлечением ипотечных кредитов. Соответственно, нужна оценка, соответственно, как бы тоже не всегда, допустим, если застройщик там будет продавать по 2500, то банк 2500 евро за квадратный метр, да, не всегда банк профинансирует, если вот, допустим, это в микрорайоне, потому что он понимает, что его потребитель, ну, не потянет этот кредит. Это тоже вот такой существенный момент. И серийное жильё банки также кредитуют, но в серийном жилье, мне вот как рассказывают, очень много, на самом деле, тоже сделок, где люди со своими средствами приходят, то есть, там, условно, тридцать, либо что-то инвестируют для детей. Ещё раз говорю, что у нас нет сумасшедшего рынка, он спокойный, нормальный, но я на него стараюсь смотреть, по крайней мере, так. С позитивной точки зрения и трезво. Вот основание для того, чтобы говорить о том, что сейчас всё там должно рухнуть, не вижу. Более того, вот эта проблема этого года, сейчас мы сталкиваемся с стремительным ростом цен на строительные материалы, там, на металлы, на цемент и так далее, так далее, так далее. Прирост составляет от 30% вот за этот период, а есть как бы позиции, которые вот мне рассказывают, что там и в два раза выросли, да, это бьёт по сегменту строительства новых домов. Первое, это понятно, что крупные застройщики вынуждены повышать свою цену за квадратный метр продажную. И второе, те, кто ориентируется на строительство своего частного дома, ну, им сейчас тяжело, это тоже такой факт. И многие, как бы, приостанавливаясь, пытаются понять, что дальше будет с ценами, да. Многие надеются, что всё-таки строители, сейчас вся индустрия мировая, производство строительных материалов более интенсивно заработает, и, может быть, за счёт того, что большее количество товара выйдет на рынок, может быть, что-то присядет в цене, да. Но проблема в том, что, на самом деле, весь мир, и это, если мы помним, опять же, американскую депрессию 30-е годы прошлого века, они точно так же выходили за счёт строительства. Огромные там строили свои дороги, огромные вливания инвестиционные были в это. И, в принципе, мир использует тот же самый приём. Опять всё идёт как бы строительство, развитие инфраструктуры. Поэтому, не знаю, вот у меня нет такой уверенности и убеждённости, что цены вернутся там на строительные материалы к тем, которые были там в начале 20-го года, когда ещё мы не видели пандемию. Ну, я хочу вот обратить Ваше внимание на то, что в какой-то момент законодатель ввёл же налог на добавленную стоимость при продаже нового жилья и реновированного. Да. То есть, ну, на самом деле, этот налог, ну, с моей точки зрения, для частного потребителя вообще не имеет никакого экономического смысла. То есть, как бы человек платит налог на добавленную... Ну, понятно, что ты покупаешь молоко в магазине, ты всё равно платишь этот НДС. Но здесь, когда речь идёт о тысячах, о десятках тысяч евро, выкладывать из кармана НДС за квартиру, ну, который, как бы, ты никак не можешь отыграть, перезачесть там и так далее, и так далее. Это, ну, фактор, который, наверное, отрицательно действует на рынок. Или вы не прогнозируете, что законодатель может пойти, ну, в случае, если вот, да, в случае, если рост цен на строительные материалы окажется таким, что рынок не сможет это пережёвывать, то законодатель может пересмотреть ставку, например, налога на продажу. Никогда. Вы много видели сердобольности со стороны наших политиков. Я, как бы, не видел, а тем более я вижу, что сейчас в этой ситуации они, наоборот, я думаю, начнут налоговую политику так зажимать. Выполнять-то надо. Понятно, что есть, как бы, сегменты бизнеса, которые просели, есть, в которых всё хорошо, да, но, в принципе, по-моему, по тем цифрам, что служба госдоходов даёт, у нас, мне кажется, есть там недобор по налогам. Соответственно, в этой небольшой, да? Ну, не знаю, я не сильно верю в то, что создадут какие-то особые блага для строительной отрасли, для покупки. Ну, вот, правда, вот видите, пример, там госпошлину снизили. Ну, так госпошлину снизили, потому что, на самом деле, на фоне эстонцев и литовцев мы всё равно даже с этой госпошлиной остаёмся более невыгодными. А сколько в Эстонии и в Литве? Если мне память не изменяет, там идёт что-то до 0,5%. Вот. То же самое касается, опять же, нашего замечательного налога на недвижимость. Понимаете, если видеть всё, ну, вспоминать, опять же, возвращаться к прошлому, к этой ситуации с налогом на недвижимость, и уже в Латвии у нас не существовало на жильё до 2009 года. Да. Прошлый кризис был, те, кто нам денежки давали из Европы, сказали, давайте придумывайте, как отдавать будете. Наши придумали, давайте введём налог на жильё. Тогда ввели его, кстати, со ставкой 0,1%. Маловато. Придумали вот эту систему 0,2-0,6% в зависимости от кадастровой стоимости. И плюс 1,5% на землю. И 1,5%, ну, 1,5% на землю, да, они были, по-моему, и до этого, до жилья. Само жильё не облагалось как бы этим налогом. Поэтому государство придумывает, как, хотя, конечно, для меня бы понятно, что создавайте условия, чтобы другие налоги пополняли. Налоги от бизнеса, от производства и так далее, и так далее. Вот за счёт этого пополняете? Нет, ну что вы, недвижимость – это очень легко. Да, да. От него невозможно никуда деться, это я тоже абсолютно согласен. Ну, опять же, сами себе придумывают, а потом придумывают вот с кадастровой базой. То есть мы придумали такой налог, потом придумали, что нам надо кадастровую базу поднять там до уровня. Я помню, в каких-то там десятых годах, в начале десятых там рассуждали о том, что надо, чтобы, как в Швеции, там было 70% от рыночной стоимости. Потом её там попытались довести и даже превысить рыночную стоимость. Потому что вот когда я изучал то, что предлагалось в кадастровой базе вот на эти ближайшие года, то, в принципе, там кадастровая стоимость была значительно выше реальной рыночной стоимости объекта. Да, да. Я тоже знаю таких случаев довольно много. Как они сейчас? Ну, они дальше продолжат работать. Ну, понимаете, ну, что такое? Ну, кадастровая база на самом деле может быть и миллионная, да, но тогда сделайте небольшой налог, чтобы всем было понятно. То есть эта нагрузка налоговая, она не должна бить по карману. Это тоже такой момент. Ну, если у вас, кстати, есть вопросы, уважаемые радиослушатели, звоните по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, может быть, вы хотите что-то продать или купить, и вы вот можете прямо из первых рук сейчас получить консультацию. Кстати, о кадастре я уже договорилась с одним из руководителей Ассоциации оценщиков, Артуром Журомскисом, о том, что мы с ним обсудим эту тему. Как раз где-нибудь к августу он сказал, что сейчас идут там изменения в методиках, те, которые настаивали они в своё время и в прошлом году, даже была такая острая перепалка между Ассоциацией оценщиков и Государственной земельной службой. Их, и в частности, Артура обвинили в непрофессионализме, в общем-то, оскорбили. Чиновники знают лучше, чиновники всё знают лучше. Ну, он потребовал изменений, и они были принесены, то есть всё-таки зарываться не стоит, и надо вести диалог с профессионалами. Я считаю, что правильно он сделал, что потребовал извинения от Государственной земельной службы и всё-таки добился того, чтобы учёт мнения профессионалов производился в таких проектах, значимых для многих людей и для всего общества в целом. Но у нас, к сожалению, сама система – это принятие решения любого. Особенно касательно недвижимости. Я, по-моему, 17 лет уже журналом руковожу, до этого в бизнес-балте я писал о недвижимости в газете. И моё ощущение было, что при любых изменениях, мнения профессионалов вообще никогда не спрашивали. Потому что, допустим… Я чиновник-то дурак? Ну, у них своё некое видение, оторванное, наверное, от жизни, потому что, ещё раз говорю, что в этом проблема, наверное, те, кто принимает решения, они никогда, ну, по крайней мере, большинство из них, не пытались заработать этот еврик, этот евроцен. Вот попробуй, заработай его, тогда уже можно рассуждать обо всём. Поэтому… Хотела ещё спросить по поводу вот этого такого, ну, можно сказать, элитарного сегмента, да, то есть у нас есть проекты, в которых предлагаются объекты, там, квартиры стоимостью свыше 300 тысяч евро. С удовольствием расскажу о гордости рынка, о котором я написал сейчас в июне. И на самом деле я этому рад. Я понимаю, для большинства населения это какой-то шок и удивление. У нас готов проект «Сеабриз» в Юрмале, на берегу моря, в Майере. Это клубный проект на 17 апартаментов и стоимость квадратного метра в нём от 14 тысяч евро без отделки. Но чем… Я ещё раз говорю, что чем я горжусь, это тем, что такого объекта нет ни в Эстонии, ни в Литве. Но вот он есть, честно говорю, я радуюсь. Да, понятно, что это для многих покажется удивительно, но при этом я вам скажу, что и сделки там уже есть, и даже в базе данных они видны. По крайней мере, я видел две сделки. Одна была 3,5 миллиона за апартаменты, вторая 5,6. И по той информации, которая есть у меня, как минимум два покупателя апартаментов местные. Это тоже классно. Ещё раз говорю, что это… Но формат – это есть радость. У нас есть хорошие проекты. Сколько там всего? 17 апартаментов. Вот. Есть великолепный проект «Вилла Миля» на проспекте Дзинтеру. Тоже цены, если мне память не изменяет, там где-то от 5 тысяч евро за квадратный метр. Есть легенда. Он уже проект 2013 года, да, но там, допустим, если я правильно помню, там чуть больше 60 единиц жилья, из них в продаже, по-моему, штук 6 только осталось. Всё остальное раскоплено. Безусловно, как бы, ну, это сегмент, который на иностранцев ориентирован. Есть прекрасный проект «Парк резиденции», там 4 здания, в которых великолепно… Было всё про Юрмалу. Да, это всё я рассказывал про Юрмалу и проспект Дзинтеру. Великолепные входные группы, вот они, если мне память не изменяют, в прошлом году у них 24 были сделки. Ну, там где-то такая ценовая категория 300-400 тысяч евро и тоже довольно много местных. И у них, вот опять же, у них там чуть более 90 единиц жилья, у них там остаётся, по-моему, 27 было. Это та цифра, которую я последнюю помню. Есть интерес со стороны местных, опять же, к Юрмале, к хорошим проектам, да, но, безусловно, сталкивались тоже, спорим, опонируем, вот получают звонки, и люди начинают там рассуждать, ну, ведь должно же упасть ещё. Я говорю, ну, в принципе, вы смотрите, что с 2014 года уже значительно упало, да, и когда появляется какой-то внешний спрос, ну, не только внешний, внутренний спрос, то, в принципе, уже любой застройщик, ну, не будет хотеть скидывать дальше. Он видит, что я могу посидеть, продать, подождать, потому что цены обычно когда падают? Если что-то в экономике начинается, и если теряется, спрос уходит. Вот тогда, да, ты сидишь, и ты для себя решаешь, что мне, если мне очень срочно нужны эти деньги, потому что я закредитован, и мне надо отдавать, то, безусловно, я буду продавать эти объекты. Но в той же Юрмале большинство проектов не построены на банковские средства. Это обычно какие-то там частные займы, либо там иностранные компании. И здесь нужно учитывать еще раз их логику. Многие спрашивают, вот, зачем они строят то, что быстро не продается? Ну, здесь и ключевая мотивация. У них есть эти средства. И что им делать? Держать на депозите, но, сори, депозит у нас там даже 0,5% не принесет. Поэтому люди принимают решение, что я построю, и со временем, там, я в перспективе там 5-7 лет это продам. Если опять же говорим про центр Риги, да, ну, тоже он, нету сумасшедшего спроса, но проекты, которые вот, я отслеживаю те проекты, которые у меня рекламируются, да, я смотрю, что на них происходит, как уходят квартиры. Они продаются, та же вот, Магдалена Кварталс очень хорошо продается, там, 20 проекты, это Антонис 20, ЛНК, да, вот они сделали, отреновировали дом. У них тоже там, по-моему, чуть больше 20 квартир было, у них там остается, по-моему, меньше 5-6 продаж. Потихонечку, потихонечку это происходит, как бы, а если еще появятся иностранцы, то тогда вот будет, станет интересно, потому что Риг, центр Риги и Юрмала, этот рынок таков, что дай бог там, если вот по 50 сделок произойдет, то все так, хоп, приободрятся и скажут, все, мы торговаться не будем. Но уже есть, как бы, проекты, которые, на самом деле, жестко довольно держат свою ценовую планку. Есть с кем еще, можно там что-то где-то, да? То есть, декларированная цена может понизиться, можно торговаться с застройщиками? Это единичный случай, то есть, раньше это было больше, сейчас все больше, как бы, застройщиков говорят, сори, вот мы четко по своему прайсу работаем, желаете, покупаете. Не желаете от винта? Ну, сори, так грубо они не говорят от винта, но, как бы, когда будете готовы, приходите, мы вас ждем, если в тот момент будет продано. Еще раз говорю, что сумасшедшего спроса нет, но все происходит, ну, в нормальном режиме, когда, если вдруг появится… А насколько повлияла на рынок вот эта программа «Алтум» поддержки молодых семей? Очень сильно, это однозначно надо, как бы, понимать, что вот этот вот сегмент, который именно является центром спроса местных. То, что вот я говорю, 250 тысяч, конечно, то, что «Алтум» принимает до 250, это я много, но, в принципе, основной объем сделок – это где-то в районе 100 тысяч, чуть больше, да? В этом сегменте он сыграл положительную роль, потому что, я думаю, что более половины всех, кто оформляет ипотечные кредиты и заходит в новые проекты, они идут с программой, с той или иной программой «Алтум», то есть это либо для семей с детьми, либо для молодых специалистов. Вот. И здесь абсолютно четко, понятно, если, не дай бог, банки решат закрутить что-то, то будет грустно, но это абсолютно естественный процесс, и так было всегда, и так будет. Банки играли и будут продолжать ведущую роль для мотивации, для проведения сделок. Ну, в принципе, можно ли сказать, что ипотечный портфель растет или он как-то стабилизировался, снижается? Что вообще происходит? Насколько понимаю, растет ипотечный портфель именно новых кредитов, то есть того, что выдают новое, да? Сам объем общей ипотечного портфеля, он, насколько помню, не растет, потому что там все равно еще сидят очень большая доля кредитов, которые Сори получали условно в 2004, 2005, 2006, 2007 года, когда уровень цен был выше. Мы знаем о том, что уровень серийных цен, цен на серийное жилье в Риге, он получается где-то процентов на 60-70, ниже того пика, который был в 2014 году, да? А если мы смотрим на уровень цен на новые проекты, то по большому счету новые проекты, они уступают, ну может быть, процентов 30, то есть новые проекты ближе подошли к цифрам 2014 года. И здесь еще один такой момент, что я вот просто тоже сам иногда задумываюсь, почему как бы все так вот происходит, растет, да? Еще играет ту роль, что на самом деле наш рынок и наше жилье, оно дешевле, чем тех же литовцев и эстонцев. А уровень зарплат, он в принципе, ну да, у нас чуть меньше, но нет такой сильной разницы. И вот эта вот потихонечку стоимость недвижимости тоже поднимается именно из-за того, что она более не менее соответствует нашим зарплатам. Потому что, ну я всегда вот за все эти годы было понятно и была классическая формула, что цена самого популярного продукта недвижимости в стране должна, квадратного метра, должна соответствовать уровню средней заработной платы. Ну и по тем цифрам, которые мы сейчас видим, у нас, насколько помню, по официальной статистике зарплата уже выше тысячи. Ну и соответственно, серийное жилье в Риге, вот допустим, какие цифры дает Arco Real Estate, оно там сейчас по данным на 1 июня 834 евро за квадратный метр, но это для неремонтированных квартир, да, то в принципе, как бы, ну логика своя есть. И единственное, что есть, конечно, вот этот разрыв. Раньше я считал, что цена нового продукта должна отличаться от серийного жилья где-то на 50-60 процентов. Сейчас этот разрыв больше. Ну, но тем не менее, опять же, потому что есть, вот я говорю, новое поколение, которое получает совершенно другие зарплаты, которые выше этих средних показателей. Ну, хорошо, спасибо за оптимизм. Я надеюсь, что новое поколение будет подогревать спрос на объекты недвижимости, но при этом и серийное жилье все-таки получит свое внимание, начнет реновироваться, поскольку ситуация, конечно, ухудшается с каждым годом. И смотреть на то, что там вот сделаны, допустим, межквартальные улицы и тротуары, и все это красиво выглядит, а дома сами зачумленные, и хочется, чтобы все-таки их начали приводить в порядок. Хочется, чтобы и люди начали понимать, что забота не только ограничивается квартирой, и все должны понимать, что дом – это общая собственность, за которую нужно смотреть. Спасибо. Роман Голубев, главный редактор журнала «Квадратный метр» был сегодня в программе «Подоплека». Запись вы сможете увидеть на Ютьюбе буквально через пару дней, и все консультации на страницах журнала и на портале «Варианты.ЛВ». Да, спасибо. Всего доброго. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копеин. Всего доброго и до встречи через неделю. Вернее, через две, потому что через неделю будет Лига. Прекрасно.